Жесткие схватки и тактика игры ощутимы с первых минут. За мяч сражаются команды «Крымские тигры» и «Спартак». Самым ловким удается вырваться вперед. Мой рост дает мне преимущество, что меня сложно схватить и не только. Быстрый, но маленький и хорошо играю в регби. Соревнования проходят в Симферопольской школе номер 44. Они посвящены Дню России. Возраст спортсменов 10-12 лет. Это, на мой взгляд, самая такая яркая категория детей, которые могут участвовать в этом виде спорта. Он достаточно активен, он достаточно резок, но интересен нашим детям. Регби – игра для сильных и выносливых. Быть на чеку нужно буквально каждую минуту. На этом поле сражается 7 команд со всего полуострова за звание лучшей игроки Крыма. Организатор соревнований – спортивная школа Симферополя и депутат Госдумы Сергей Додонов. Он рассказал, что руководство Крыма уже в этом году планирует создать специализированное поле для регбистов. Для того, чтобы это было полноценно, чтобы были не только правила игры, которые ребята знают, а действительно можно было рассчитывать какие-то силы для броска, где-то там строить свою стратегию и тактику по игре. Должны быть поля специализированные. То есть на это надо все равно закладывать средства в бюджете. В регби важна не только ловкость и сила, но и командная игра. Суметь вовремя отдать пас своему товарищу – одно из правил успеха удачного результата игры. Я считаю себя виноватым из-за того, что я не иду в поддержку к моей команде. Ведь это самое главное – идти в поддержку, пасоваться. А так две игры подряд мы выиграли, мы молодцы, вышли в финал, мы готовы сражаться и побеждать. Половина пути позади. Впереди самое ответственное – финал. В первых двух играх Али Аляддинов забил пять мячей. Сейчас его настроит только победа. Я считаю, что наша команда очень сильная и мы выиграем в финале, так как мы уже вышли в финал по итогам двух игр. Тренер команды Порчухрах и главный судья первенства Физия Абубикиров болеет за свою команду. Однако игроков всех команд судит справедливо. Опыта не хватает, так как они тренируются всего год. Я надеюсь, я уверен, что если мы будем дальше в этом темпе продолжать, то ошибок будет намного меньше. По окончанию первенства команды были награждены грамотами и медалями. Севелия Меметова, Герой Абдуллаев, телеканал Миллет.